Всем привет и добро пожаловать на Peter Music Studio Хэй, маэстро, привет! Лазила у тебя в группе Rock Music и нашла для себя отличную минусовку И чувствую, мы давно с тобой не работали Слушай, слова буквально сами легли на нее Туман окутал ночь мою И дождь тучит Я ухожу в ничью Машин и свет Давно молчит Стекает тушь огней реклам А я иду одна по твоим следам Ну, в общем, как-то так Предлагаю сделать ее более вкусной, более объемной Добавить своих шикарных музыкантов И чтобы эта песня звучала со всех окон, со всех машин Жду ответа Юльчий, привет! Я очень рад, что тебе понравилась моя музыка Это очень старый минус, я написал его давным-давно Но я думаю, конечно, мы его сможем оживить, привести его в порядок Сделать все в лучшем свете Мы все придумаем, все запишем, сведем В этом видео мы покажем вам, как создавалась аранжировка для песни Дождь Как правило, аранжировка начинается с определения темы, настроения, жанра В данной песне автор хотел погрузиться в ностальгию, воспоминания о прошлом, счастливых моментах И как только тема была определена, мы приступили к работе В первом куплете у нас только бочка, сайдстик Да, да, да Ну, вот Потом у нас... Стоп тайм Стоп тайм Стоп тайм И нам нужен длинный блюд, да? Тум, тум, тутутум Да И вот это будет переход на второй ключ Тум, тум А, да, да, да Да, да, да я думаю мы сделаем все четко на питер music studio по-другому не бывает даже саня давай так сделаем слушай а у него же там стоп тайм и барабан замолкает когда каплет кончается и переход на припев последний раз тогда не буду и уйти на на припев вторая часть более разряженная чем первая то есть либо вначале вообще не будет барабанов потому что если играть их вот так вот сань давай вначале не будет барабанов пусть просто эти инструменты сыграет и ты потом ступишь вместе с басом давай зациклим на одной ноте и еще раз а вот на четвертый уходи и еще больше и снова возвращаюсь а и и и подожди жека а рисунка тот же самый просто наверх хочешь по нотам а рисунок тот же сам да мы в принципе придумали просто немножко посвободнее сделать басок чтобы там другие инструменты могли тоже свое занять место на нашей студии есть все необходимое для записи не только вокала но духовых струнных и ударных инструментов различные типы микрофонов а также способы их применения способы записи позволяют нам добиться того или иного звука только что мы отстроили микрофон и сейчас идет подключение косу александр беленьков для нас сыграет как следует еще раз мы все слушаем настроим балансик и приступим к записи просто если ты хоть чуть-чуть сбиваешь микрофон то получается уже не тот звук который на руле мы просто делаем то что нам нравится если нам нравится определенный звук то мы его передаем посредством этих микрофонов володька путин звонит да володька денег нет извини конечно я тебе больше не займу денег больше не мы расставились отключились и можно начать ты готов я готов ударим по этой установке а Огонь. Можно? Огонь вообще! Вот это я понимаю, басочек, да? Басочек как надо! Спасибо тебе. Тебе спасибо, Серега. Огонь вообще, басок. Работаем. Работаем. С нами сотрудничают опытные музыканты, исполнители, которые профессионально знают свое дело и посвятили музыке большую часть своей жизни. Ну, давай сейчас конкретные вещи сделаем. У нас есть главная задача, у нас на припеве, короче. Сейчас тебе поскажу. Пошел, припев. Мне тут нужен такой риф, типа, знаешь. на немножко раздражает и дребезжание сильно струм может помягче да так лучше вот это по-моему неплохой вариант слушай а можно вот то же самое не целиковым аккордом да какими-то другими нотками просто высокими да может быть так ну смотри здесь мы можем жахнуть в октаву да например вот здесь а во втором припеве уже на терцию уйти потому что там же и соло там разрешение какое-то знаешь было бы интереснее так звучало бы окей здесь в ритме четко или ну здесь да ну да могу метроном включить нет я говорю что прописано все да барабанщик ну ты слышишь да что есть косяки ну да да но мы специально их решили не убирать думали может быть живаку такую оставлю или это прям режет ухо нет нормально а то знаешь я мог все выровнять и получилось бы вообще так все ровно как будто мы на компьютере все сделали где-то вообще музыкант огонь вот это я понимаю огненная гитара горит а мужскую партию ты будешь петь да спасибо тебе спасибо серёга рэпчик буду читать ты со мной зачитаем я так зачитаю что-нибудь давай черного плаща я же не помню в какой таза ну-ка от винта костя красавчик вообще все надо дэну звонить а а сейчас и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Немножко меняется И концов Вся сложность проекта заключалась в том, что Юлия находится в Кемерово, а мы находимся в Санкт-Петербурге Но данную задачу мы решили следующим образом Мы записали демо-вариант голоса, так как он должен звучать, по нашему мнению И отправили эту демку ребятам в Кемерово, чтобы они понимали, что как нужно петь Запись в Кемерово проходила под руководством Максима Зинякова Вот здесь все будет происходить Да, вот ты придешь, окончание не две ноты петь, а одну попробовать Потому что слишком много этого, вот этих вот переходов Этот ход просто слишком часто распевает ноту, вот этот, как бы типа по джазу Дождь за окном, награет мно, время, вода, бежит никуда Ну то есть постоянно вот этот вот распев, одну ноту на дверь как бы разбивается И я вот говорю, может быть попробуем Ну давай просто мы запишем один дубль так, один так Посмотрим Давай просто там Серега меня запугал, все, нота в ноту надо сделать Я говорю, что вообще не чувствую? Да, нет, ну мне он сказал, что если я посчитаю нужен, то можно попробовать что-то исправить Слепой туман окутал ночь мою, и дождь стучит Знаешь что, я бы тебе рекомендовал во втором куплете сокращать окончание То есть спой дым сигарет, напомни мне Дым сигарет Да, дым сигарет Ну покороче, чуть-чуть просто Дым сигарет, напомнит мне Когда ты ушел, я помню как сейчас Ну ты тоже с такой А, вы тут терцию сделали, да? Понял, понял, понял Ну ты давай, ты на дыхание прям спой Когда ты ушел, я помню как сейчас Ну давай так Ну да, спой с терцией Ну а терцию сначала верхнюю или нижнюю делать? Ну вот как сейчас спели, вот так вот спой Когда ты ушел, я помню, как сейчас, в городе дождей я слушаю джаз, когда ты ушел, я помню, как сейчас. Вот смотри, во-первых, ты делаешь паулу, ты ритмически просто не делаешь, как она поет. То есть, когда ты ушел, я помню, как сейчас, дождь за окном. Ты пропеваешь, как сейчас, и тянешь ее, и сделаешь ритмически так же, как она. Вот, и дождь, ты остаешься на той же самой ночь. Когда ты ушел, я помню, как сейчас, дождь за окном. А ты не далековато от микрофона, Женя стоит, Юля, у нас? Ну, да, в принципе, нормально, ну, можно чуть-чуть сделать, полшага. Стихи о тебе, все, что есть у меня, не нужны мне ни свет, ни тепло. Без тебя в городе мостов. Не нужны мне ни свет, ни тепло. Одна нота в конце, да? Не две, а одна. Не нужны мне ни свет, ни тепло. Без тебя в городе мостов. Без тебя в городе мостов. Да. Да, только чуть-чуть легче с бойкой окончательно. Работа была очень тяжелой, трудоемкой. Я замучила здесь всех абсолютно. Но в целом, песня твоя шикарная, твоя моя называется. Спасибо тебе за эти инструменты, за эту мелодию. Видно, что сделано с душой. Я очень рада, что мы с тобой поработали. Совместный проект не только добавляет разнообразие в творчество, но и снижает затраты заказчика на его создание. Самое главное – сконцентрироваться на атмосфере трека, чтобы попасть в ту атмосферу и передать все те эмоции, которые я испытывал при написании текста. Идет дождь, как из ведра, с утра до темна, ты одна. В Питере очень часто идет дождь. Быть может, это и стало причиной написания такого трека. Нет слов, нет рук тепла, согревающих тебе душу. И дальше нет сил, и даже нет смысла. Честно говоря, я люблю дождь. Мне нравится дождь. Нравится посидеть, поглазеть на мокрой улице, воспоминать прошлый. Дождь за окном, нам играет минор. Все, что есть у меня, нужны мне ни свет, ни тепло. Спасибо тебе. На здоровье. Ты лучшая. Бывает вот так вот просыпаюсь в воскресенье с утра пораньше, чтобы приехать и спеть бэк про дождь. Так может быть дождь за окном? Возможно. Скорее всего там дождь просто. А ты зону взяла с собой? Я взяла с собой машину. На всякий случай. Вдруг она мне не помешает. Так что никакой дождь и вообще ни почем. Вообще ни почем. Контроль качества наших аранжировок проходит у специалистов музыкальной индустрии. Это те люди, которые на аранжировке и звукозаписи собаку съели. Надо шире, Серега, все делать. Всю фонограмму надо шире. И знаешь, как будто она вот здесь должна стоять, перед колонками. Чтобы вот охашь, как будто, знаешь, с маслом она. Жир течет. А на следующий момент она вот все какая-то куция, блин, куция. Я сейчас максимально попробую не обезжирить, а наоборот. Жирка везде, всем инструментом подбанить. Залить, короче, жиром везде залить. Залить, да, чтобы капало. Прямо с колонами. С колонами жир наклаешь. Прямо такими шлепками. Низа очень много, нижней середины много. Противный, вверх чуть-чуть такой. В районе 300 герц немножко еще муть какая-то. Вот 200-300, посмотри. И по аранжировке у тебя все инструменты, они играют все примерно в одной тесситуре. То есть вот они все в середине, понимаешь, да? Гитары в этой чистоте и тудки в этой чистоте. Ясно. А в музыкальном плане что скажете? В музыкальном вроде все нормально. Так как мы всегда допускаем эксперимент в творчестве, в записи, с каждым проектом мы открываем для себя что-то новое. К тому же работа с профессионалами – это всегда большой опыт, за что я благодарен всем и каждому, кто поучаствовал в этом проекте, кто помог его в воплощении. С вами был Сергей Робк, Peter Music Studio. До скорого. Скажу честно, звук просто убойный. Правда, я бы добавил еще немножко колотушки. Многие считают, мои знакомые музыканты, что не хватает колотушки в треке. На этом треке должна быть колотушка. И такую ответственную роль и задачу я могу дать только своему другу. Пятек, сделаешь? Конечно. Как надо. Три-четыре. Три-четыре. Огонь, бро! Пятерочка летит! Пятерочка! Давай, давай! Давай! У-у-у! Продолжение следует...